Это, наверное, 8 в Донецкой области, только ветка на части, юг Донецкой области, Донецкой области 100%. Именно с Наркодара до Павловской области. Ну, такие подстанции стоят 15 километров от Мариуполя. И потом идут прямо на Донецк, заходят в Донецк, там покрутилось и развалчиво идут обратно на Мариуполь. Слушайте, и при желании с этой большой подстанцией 15 километров сделать это самое, ну, это нам нет желания. Мы возвращаемся к Калужу, просто не к войне. Авдеевка сейчас прекрасно показала, что областные ресурсы тратятся на всякую фигню. На примере с Бахмутом, недавно была информация, на поставках оборудования для канализационных сетей украдено 35 миллионов, правильно? В Краматорске на два парка выделено 65 миллионов гривен. И при этом мы в Авдеевку собираемся всех людей и везем там генераторы и так далее, мы должны поставить туда аварийные какие-то каналы подводов. Безусловно, согласен, и это показала бездеятельность власти. И причем это не местных уровней, а это областного и выше. Несомненно, и здесь надо на это влиять. Друзья, я извиняюсь, я хотел просто, может быть, не до конца, может, ты понял, о чем я говорил, но и все равно понял более детально. Третий год войны. Третий год у нас, чтобы вы понимали, в каждом государственном учреждении, исполком городского совета, областной город подчинения, областная администрация, чтобы вы понимали, есть управление отдела, занимающаяся гражданской защитой, предупреждением чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовкой. В это время, за три года, вы говорите, и карьеры, и все, и не только. Они должны были уже не только разработать планы, как вы правильно говорите, за 15 километров провести, а как провести энергобезопасность моего, нашего города. А когда мы строили линию обороны, а у нас начальник отдела по ГО, знаете его фамилию, говорит, выходной суббота-воскресенье, ребята, сюда прилетают, а он говорит, а у нас выходной. Это начальники управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Три года не разработаны ни планы, ни предупреждения. Так оба убежищ в Авдеевке не оборудована. Сэр, я об этом и говорю. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Три года идет, но три года сидят люди на государственных закладах. Сидят, конкретно получают деньги. Здесь управление, отделы и подразделения, чтобы вы понимали. И также мобилизационное управление в исполкомах городских. Люди добрые, давайте все-таки мы... Хорошо, громадское слушание, вам принимать сейчас решение, вы докладчики. Давайте мы все-таки поднимем вопрос по поводу того, что нам сказали наши друзья упоротимые, о том, что сюда выливаются два автобуса с кордом, которые присылают, непосредственно, нам русские. Давайте мы что-то будем решать по этому поводу. Понять решение надо какое-то. Давайте будем принимать решение, потому что мы сейчас уходим немножко в сторону от этого вопроса, а вопрос, ну, как бы, никуда не делся. Осталось два часа, может быть, или час, я не знаю, для того, как они сюда приедут. Что мы будем всем и делать? Ну, мне кажется, что надо действовать по закону, в случае незаконных действий разоружить и, собственно, обеспечить гражданский арест, сдать их военным. Если законные действия, ну, помогать законным действиям. Ничего они не будут. Для незаконных или для законных действий? Лишь бы, значит, тогда тебе выяснили, что надо будет. Есть предложение, как бы, мы собрались мы здесь в формате круглого стола, здесь присутствует семь членов областной громадской рады и я голова комитета громадской рады по взаимодействию с гражданами и общественной организацией по Танецкой области. Здесь присутствует четыре члена комитета из шести, то есть это собрание комитета является легитимным. И хотелось бы проголосовать первый вопрос, который мы будем потом выносить на голосование громадской рады. Это звернение до облдержадминистрации и направить выезд до кабинета министров по полной блокаде оккупированных территорий. Это первое. Второе. Разобраться, создать следственную комиссию в какой-то формате, сейчас мы придумаем, не знаю, там, на законодательном уровне. Это разобрать действия донецкой милиции по происшествию на Часовьярском блокпосту. Привоз цветушек. Привоз цветушек и все остальное, да. И третий вопрос, это подготовить, либо обратиться тоже со звернением ко всем областным советам, к кабинету министров, к лидерам фракции группы Верховной Раде о немедленном принятии закона о оккупированной территории. Правильно. Если есть дополнение к повестке дня, то я предлагаю тогда, для того, чтобы это действие все наше имело какой-то конечный результат, предлагаю голосовать. По первому питанию, кто за, за то, чтобы... Минуточку. Может быть, стоило, хочу спросить у членов комитета, может быть, стоило какие-то вопросы переформулировать? Есть предложение? Давайте послушаем все. Владимир, Юрий. Друзья, я извиняюсь, дело в том, что членов здесь все областного. У нас есть комитет, у нас есть комитет, у нас есть комитет громадской рады по взаимодействию координации с 8-ми радами городов и районов Тарицкой области. В рамках этого комитета мы сейчас этот вопрос рассматриваем, делаем высновки и выносим на голосование областной громадской рады. Голосуем мы, все остальные, здесь же это круглый стол, здесь все принимают участие, имеют каждый право своего голоса. Я поэтому предлагаю поставить первый вопрос на голосование, это взвернуться до керівництва области, кабинета министров и депутатских групп и фракций о полной блокаде оккупированных территорий. Кто за, прошу проголосовать. Следующая рекомендация громадской рады. Мы выносим на громадскую раду наши пропозиции. Да, но сейчас мы голосуем... Вы можете сказать о чем? Громадская рада, она даёт рекомендации о выбережной администрации. Мы только таким способом можем. Ну, да, да. То есть вы просто вбегаете на громадскую раду, а громадская рада в процессе совещания поддерживает вопрос, либо вносит его правки и изменения, и тогда уже голосует в согласованную позицию. Мы сейчас выносим в томитете, он круглый стол, вынесет, чтобы было понятно, в процессе громадской рады. Это в процессе голосования, ваша громадская правда, чтобы тут все ясно. Антон Лежоц, поднимай вопрос и голосуй. Выносим вопрос на голосование о звернении до областного керевництва, а также направлении листов до Кабинета Министров Верховной Рады о полной блокаде оккупированных территорий. Кто за? Кто за? Прошу голосовать. С точки зрения, все-таки идет информационная война, я бы посоветовал, если вы посчитаете нужным, перефазировать не оккупированную территорию, а торговлю с оккупированной территорией. Балкада Ленинграда, помните? Когда блокируют людей, мы даем возможность СМИ-агрессора нас атаковать. Когда блокируется торговля, это совсем другое. Поэтому прошу обратить внимание, потому что сейчас все-таки вы найдете. Корректировки принимаем. Другое предложение это было создать комиссию по расследованию инцидента, который произошел с побытям добровольцев, ветеранов АТО на участке дороги Константин Афтабахмук. Дать оценку этим действиям, а также звонить до министра МВД, до кабинета министров, а также депутатов группы фракций Верховной Рады. Дать и правовую, и юридическую оценку этому действию. И если есть виновные в этом, по итогам наказать виновных. Еще про титушек там надо добавить, потому что это вообще беспрецедентный, просто факт, когда милиция крышуете титушек опровозят. Это что-то новое. Спереди и сзади милиция ехала, под сопровождение. Я видел, вот я там вы... Поэтому, если не масса речи, где можно, может быть, приложение... Разблокировать блокаду. Сейчас ТЭЦ, Кураханская, отрицает, что ТЭЦ и ТЭЦ заявление отказали, что они не нападали титушек. Так в Курахан открали эти тушек. Станциальное голосование, да? Кто за? Да, но они есть. С автоказа не выходили эти тушек. Мониторинг деятельностей властей, которые находятся в прифронтовых городах. Это Маренко, это Курахово, это Селидово. Держишь проблемы, как в Бахмуте. Фактически те, которые занимаются, организовывают и курируют эти вопросы с подвозом титушек. Как вообще оба администрации смотрят на вот эти происходящие вещи? И мы это знаем, первый день знали, когда в Курахово сажали титушек и везли сюда. Люди там фактически, которые говорили сами, мы не по своеволе сюда приехали. Но кто-то же это организовывает, кто-то это проплачивает и кто-то обеспечивает безопасность. И кто-то сопровождает эти титушек. И защищает. Сопровождала ли милиция? Милиция, да, сопровождала. И также вопрос задать вот этим мэрам городу. Мэр Селидова, который действительно сепаратист, который с народным государством Сашков, занимали, организовывали референдумы, митинги пророссийские в марте-апреле 2014 года. Они на сопричтение с выпуска. Они продолжают встречаться, комбинировать, проводят собрания. И мы имеем такие результаты. Лиман, в карусели последние, на последних выборах. И сопровождал в работе к исполкома 30 титушек, которые с паспортами ехали в Солидар. Славянцы, где мы сепаратисты преступник. Я продолжу делать дело на Эйнштейне. И это очень важный вопрос. Да, и мы, нету однозначно отношения к этому руководителю городским головам. Из-за этого вот страдают ребята, которые приехали с Курдюмовки, которые вот так вот заложники этой ситуации. И нету какого-то, я не знаю, политической боли вообще нет. Ну так же же я говорю. Боли нету, бабу есть. Бабу, да. Когда предлагаю поставить вопрос на голосование, тогда это всестороннее рассмотрение этого инцидента, который произошел. То есть с наказанием последующих не только ответственных лиц МВД, а также тех лиц, которые отвечали непосредственно по организации всех каких мероприятий с сбором титушек. Так точно, потому что это схема, это общая схема, это структура судей. Космос, кто за, прошу голосовать, давайте уже проголосуем. Я записывался в комитет, у них всегда не комитет. Не отредактировали. Ну это просто формально для того, чтобы... Запустить процесс. То есть это формально... Да, это формально для качества. Они не имеют права принимать и в работе... Нет, ну они же не. Пронимать, ну вот... Поэтому я не... Прямо, да, что нужно. Ваше внимание на некие странные обстоятельства. Вчера начальник генетской полиции Абрускин проанонсировал, что блокадость не та. Сейчас, вы говорите, Корт поехал. Я не знаю, возможно, какие-то послевчерашние у меня психические процессы произошли. И это очень опасно. Да, много, много, много. И мы там тоже будем, вот как-то наш депутат, посматривать и в случае чего приехать туда. Потому что, ну, я не знаю, что там будет. С Киева пишут, что уже эта информация уже в Киеве есть, что едут два автобуса на двор. После пощечины деда у него мозги перевернутся. Там личный момент. Там уже личный момент. Он заявлял, что там не было места жителей совершенно. Там были только приезжие, уголовники и эти... Истальные. Не алкоголь, а волжи. Третий вопрос, это направить сверхнение до коренства области, кабинет министров и лидерам группы фракции в Верховной Раде. Сверхнение о негальном принятии законопроекта о торговле покупованными территориями. Вообще, статус купованных территорий, да? Да, вот так же, да? Ну, это потом... Ну, мы одно предметно это редактируем потом, для того, чтобы это потом уже был продукт в конце. Кто за, прошу голосовать. И одноголосно. Я думаю, что к этой проблематике надо подходить более... Такой подход обширный нужно. Здесь проблема не только там... Это говли с оккупированными территориями. Это так же, как Володя сказал. Это мэры-сепаратисты. Это незаконная добыча ресурсов. Это лес постоянно. Вы едите в Славянский район, Красно-Лиманский. Просто уже лысые леса. И все это дело куда-то вывозится под отоп, еще под какие-то темы, которые они подсказывают. Это незаконная добыча песка. Это глина, это уголь, это... Ну, карьеры, по-простому. Поэтому... Здесь надо комплексно подойти и... Не знаю, как... Второй фронт уже, да? Звучит. И уже по Украине ходит такое название. Вот надо открывать второй фронт. Да, в Киеве уже открыли второй фронт. Встречи. Мы все на пропозиции. Мы сейчас собрали, начали сбирать подписи про скликание позачергового заседания Громадской Ради. Орентовно 10-12 лютого. Все эти вопросы будут, конечно, вынесены. Но я хотел бы, чтобы народные депутаты, которые тут присутствуют, где же были поведомлены, у кого есть контакты. И запросить, будь ласка, чтобы они пришли и выступили на нашем городе заседании. А мы пригласили руководство в области на заседание. По поводу руководства области я хотел обратить ваше внимание. У меня состоялся разговор с господином Жебриским. В ходе этого разговора я очень удивлен, но он не знает, например, состав грузопотока туда-оттуда. Он не знает, как идет проверка вагонов пограничниками. Хотя говорит, что это не его компетенция, но для меня странно, потому что это высший представитель, собственно, власти на территории Белорусской области государственной. Идет речь о том, что он почему-то считает, что тест невозможно переделать на уголь газовых марок. Хотя это происходит все с вами. Ахмед там на захисте, на вопытом природу. То есть я, как бы, думаю, что, возможно, громаде стоило бы провести экзамен в какой-то области на знание местных вопросов, потому что влияет на эффективность. Семен, знаешь, перебью тебя, у нас экзамен проходит на каждой громадской раде, но у нас осталось полгода, на каждой громадской раде два месяца. Потом будет новый состав перезвонок. Но за эти два месяца кирильники военно-гражданской администрации так и не удосужились посетить эту громадскую раду. Я бы хотел... А поди, как было оценивано деятельность? Ну, в конце прошлого года громадская рада областная вынесла несколько решений. Это по инвестиционным проектам. Подскажите, какие там... По экологичной ситуации, по экологичной ситуации. По кадрам, по коммунальным вопросам, незадавильная работа областной военно-гражданской администрации и направление соответствующих обращений. По теплопостачам. Да, я хочу еще дополнить коллегу, что мы передали кучу материала СБУ по поводу сепаратистов во власти, кстати говоря. Вот если отличный момент, ну, две секунды, есть Бахмут, есть район, да? В районе есть такой человек Пласун. Пласун это сепаратист, ну, просто Галтевый, скажем так прямо. Мансуров был в посты, он был в Иркино, когда там пытали наших ребят. Вот, он даже до того дошло, что мы ему просто принесли обращение, чтобы он признал, что ЛНР-ДНР-террористы, Россия-Грисов. Он прямо в камеру сказал, что я этого не буду делать, я не считаю Россию-Грисовым. Вот поэтому, собственно говоря, мы все передали это СБУ. Спросили, уже Брис сказал, что у кого-то где-то с СБУ, и он сказал, что уже, ну, СБУ не дорабатывает. Вот и все. СБУ некогда, оно занимается термином. Понимаете, СБУ крышу и термином, никогда это некогда. Мы не понимаем, как раз. Тут власти нет. Просто мы уже голову стену пробиваем, но мы никак не можем ее пробить, и не пробиваем никогда. Друзья, у меня бы хотелось бы сказать, какая-то позиция. Если есть какие-то питания, давайте сейчас их рассмотрим, потому что меня смущает вопрос о любом, кто-нибудь из Гвардии. Их уже накачивали несколько дней ссориями, что эти ветераны побили полицейского, хотя, ну, а депутат с тетушками побили полицейского. Безопасность людей привыкли все, поэтому я прошу, если есть вопросы, мы ответим, то побежим туда. Я думаю, да, с карьером надо вопросы решить. По карьеру, да. Это вопросы к руководству Блокады. Мы основные вопросы все проговорили? Да. Областные проговорили все, приняли решение. По поводу... По карьеру, да, можно перейти час на автобусы. Я получил, я предупредил, я трех журналистов Казанского, Фурманюка и Зарова у всех. То есть я озвучил, люди, которые выехали. Нас накрутили, пусть пацаны уберут даже палки, я до Солма передаю. Потому что мы, как бы, то-сё, и даже получили приказы. Весь ты журналист, а агенты ФРМ. Да, понятно. Самое главное, это, пусть сразу... Ты очень важно сказал запрессу, я тебе скажу. Вот, вот эта тендитная девчина. Это упреждение, прежде всего. Когда поступил сигнал на железнодорожном вокзале, у нас, на железнодорожном вокзале, 25 человек железнодорожников. Это было что-то. Шесун выезжает. Мы поехали с друзьями туда. Ребята, действительно, было две группы. И когда начальник станции открещивается, я не знаю ничего. И когда средства массовой информации есть, и приходят... Чётко видно, пресса, у него такое всё. Они говорят, да нет, чувак, давай документы. Ты кто такой? Хорошо, что есть удостоверение. Это хороший упраждающий удар по недопущению таких инцидентов. Все люди, громадская сепресса, которая приходит и говорит, задайте вопрос, кто вы? Они убегают. И это заслуга этих людей, которые пришли туда и показывают. Ваше внимание, что в этот момент, когда проходили события здесь, то же самое было в Луганской области. Тоже приехали тетушки, тоже приехали бабушки. Но благодаря профессиональным действиям луганской полиции никакого инцидента не было. Бабушка могла объяснить, что они не враги, они подружились, разошлись, а тетушки не верили на тот. Вот разница между донецкой и луганской полицией в действиях. Журналисты были? Да, да, там был пятый. Тут приехал ТРК Украина, ещё заранее они ждали. Нас предупредили вечером, поздно, из СБУ о том, что завтра нужно обязательно быть на переезде. Всех местных журналистов обзвонили. И когда мы приехали на ЖД вокзал, я потом всё-таки попала к этому начальнику станции, и там были явно нерабочего вида люди сидели у него в кабинете. Люди сидели на телефоне, они явно ждали тех людей, которые ехали с трассы. И вот эти вот люди, которые, мы думали, рассосались, они просто ушли из перона и ждали, когда им дадут команду. И к нашим местным должны были присоединиться вот эти вот автобусы. Так, вы сорвали им план первыми, потому что они не пошли сюда, они стали на часофея вдоль обочины и стали ждать информации. Вы их там здесь начали кошмарить. После этого мы их заметили и ветераны выдвинулись туда, хотя я за час до этого сообщил донецкой полиции о том, что я видел там предметы, похожие наружие. На видео сообщил, никакой реакции, и ветераны приехали уже через час, отсутствие реакции туда. Ну, реакцию потом увидели. Ну, самое опасное было то, что у людей были рюкзаки, чем-то таким тяжелым упакованные рюкзачки эти. И, то есть, предметы, что там было, и на вопрос, что, это было все. То есть, люди профессионально рассосались, и, ну, то есть, действия были, ну, видно, что люди... В 14-13 году, ну, да и в Донецке, когда сидели русские лица в автобусах и заезжали в автобусах. Да что мы все просмотрели на передубра администрации, на почителей. Нет, нету бежевей у вас с этими детушками, милиция 14-го года, нет? Так что, не так больно. Те же люди организовываются. 1-2-1, нацелла же привозят. У тех же их кышу, а то была полиция жарит, а новая борьба, не интересам их. Поэтому здесь комплексный вопрос, его надо решать. Есть ли еще какие-то вопросы или можно? Да, можно запитать. Большое спасибо за поддержку, за понимание. Мы пойдем, постоим, посмотрим, мало ли. Потому что психические процессы, происходящие в голове руководства полиции, нам непонятны. После удара деда, конечно, не нужно. Ты говоришь, так говорим, но ты ее...